Ой, знаете, я как обычно, с мокрой башкой и с далеко идущими планами. Я тут подготовила спустя, не знаю, минут, наверное, 10 поисков и сравнения пряжи. Пряжу я выбрала, наконец-таки, для того, что я хочу сегодня связать. Сейчас расскажу, всё покажу, но давайте по порядку. Я просто хочу сразу такой, знаете, огромный варнинг, дисклеймер сделать, что... Я не знаю, получится у меня что-то или нет, как обычно. И нужно ли мне это вообще или нет, я не знаю. Я просто смотрю, мне очень нравится эта штучка, дрючка, но пряжу докупать я не хочу. Я в шопере говорила или не говорила, я не помню, вырезала я или нет, в одном из прошлых видео, где я вязала шоппер, я говорила, что я не хочу докупать пряжу. Ничего не хочу докупать. По итогу я купила молнию, я докупила ещё целый моток пряжи и ещё один кусок ткани я докупила, потому что одного мне своего, который у меня был, мне не хватило. Тут я просто не хочу ничего докупать. Я когда выбрала пряжу, я села, у меня тут открыт туториал, смотрю, а там пуговицы нужны. Я надеюсь, у меня что-то есть, потому что пуговицы у меня просто целое море океан. Я надеюсь, мне подойдут какие-то пуговицы, которые у меня есть. В общем, давайте приступим уже. Без долгих разъяснений и объяснений, наконец-таки, а то я, когда монтирую, я смотрю, думаю, господи, 10 минут вступления, батюшки-матюшки, ужас. Ладно, в общем, вот такую пряжу я выбрала. Я надеюсь, мне ее хватит, потому что у меня нет ни бирок, ничего, ни этикеток. Что это за пряжа? Предположительно, вот это Камтекс Карамелька, вот это Пихорка Детская Забава, Детская Новинка. Вот я их путаю постоянно, потому что у Камтекса и... Или Камтекс, как он называется? И у Пихорки очень похожие названия у пряжи. Вот, очень красивое сочетание, мне прям нравится. А буду я вязать вот это, вот это. Посмотрите, какая красота. Сейчас лето. Ну, надо связать. Я вот смотрю, у меня здесь картинка. Ну, блин, ну какая же красотишка. Я не знаю, что у меня получится, что меня заинтересовало вот этот воротничок потрясающий, как сидит на девушке на персоне. Это стучка-трючка. Даже не знаю, как это назвать. Ну, топ, что ли. Верно. Топик. Кофточка какая-то. Не важно, не важно. В общем, хочу ее связать. Очень надеюсь, что мне хватит пряжи. Я плюс-минус посмотрела. Она говорит 175 грамм одной, 95 грамм другой. Ну, вот здесь точно больше 95 грамм. Это я буду использовать вместо белого. А вот это я буду использовать вместо голубого, соответственно. Да, точка-ку. Персона. Цвет просто изумительный. Я металась и между голубым. Ой, тьфу ты, между голубым. Между серым. И между лиловым. И между еще каким-то у меня был вариант. Ну, вот остановилась. Извините, у меня тут стройка, блин, подукнула. Мне кажется, изумительный вариант просто. Но такой вкусный. Такой вкусный. Все, короче, приступаю. Боже мой, 3 минуты. Я тут по привычке уже думала, возьму 3 миллиметра крючок. А у нее 3,5. Это 2,5. Здрасте. 3,5 миллиметра крючок. Пять все в дюймах. Ё-моё. Короче, я сейчас перевязываю. Я ничего не понимаю. Я очень плоха в вязании одежды. Я вообще очень плоха во всем. Но это мы опустим, да? Она сказала, что у нее паттерн 3 плюс 1. Что бы это ни значило. Ничего не поняла. Ладно. Наверное, стоит, может быть, пересмотреть. И у нее спинка, я сейчас свяжу спинку, 82 петли. Но полочки, вот здесь две, она говорит, нужно сделать половину. Вполовину от спины. То есть по 41 петлю. По 41 петле. Не важно. Склонения эти ваши, господи, кому они нужны вообще? И потом она говорит, ну, у меня же 3 плюс 1, поэтому 39 плюс 1, 40. То есть у нее 41. И она говорит, 39 плюс 1, 40. Я вообще ничего не поняла. В этом есть какой-то смысл. Стопудово. Определенно. Я вообще не спорю. Ну, как у нее так получилось, я не понимаю. Она еще сказала, что у нее размер М. Мне нужен размер меньше. Я вот связала, я поняла, что много. Сейчас вот я связала поменьше. Что из этого получится? Я не знаю, буду как ты-то. Как слепой котенок. На ощупь добираться через стерни к звездам. Ой, блин. Это трэш. Я не знаю, я буду вставлять этот поток сознания, который был до этого или нет. Почему я распускала? Объясняю еще раз. Я пропустила мимо ушей самую главную фразу, которую она сказала. Я подумала, а, на себе померю, нормально будет. Не разговаривай. Короче, она сказала, что у нее общее число столбиков на спинке, я сейчас спинку вяжу, 82 столбика. Но паттерн должен быть таким, чтобы общее число было кратным 3 плюс 1. А я вот услышала, 3 плюс 1. Я вообще не хрена не подумала. А, как пойдет? Так и пойдет. А это ведь самое главное. У нее получилось, что 82 это 81 плюс 1. Где 81, кратное 3. А я связала, я даже не посчитала, сколько у меня столбиков получилось. У меня получилось 70 столбиков, естественно. Это никак не... Никаким образом. 71. 70, это же ведь, кратное 3. 69 плюс 1. А почему у меня тогда ничего не получилось? Хороший вопрос. Короче говоря, у меня есть вот такой топ, связанный. Я по нему промерила. Вроде мне должно подойти по размеру, по ширине спинки. Не могу видеть, во всяком случае. Сделала 67. То есть 66, кратное 3, плюс 1. Или я что-то не понимаю опять. Что, блин? Извините, буду вещать в полусме. У меня лампа перегрелась. И с шумом этого пропеллера ноутбучного. У меня получилось, представляете? Я сделала все ровно, все четко. Все. Спустя 300 миллионов тысяч часов я осилила. Свершилось чудо. Продолжаю. Первый сектор готов. Какое красивое сочетание цветов. Мне так нравится. Так симпатично. Очень симпатично. Теперь нужно будет снова вязать бежевым. Прессона говорила в видео, в туториале, что можно делать разные сектора. Можно сделать 4, можно сделать 2, можно сделать каждый ряд, менять цвета. Но мне очень нравится ее расположение. То, какое она предлагает расположение. В меру бежевую, тем более сам воротничок будет полностью бежевый. Я думаю, я так и оставлю, как и у нее. Мне очень нравится. Смотрите, какая красота. Я связала вот уже вот столько. Это мало. Нужно еще. Пряжи хватит только, я так понимаю, на спинку. Я не хочу ничего покупать. По итогу, блин, докупаю. Поэтому я не знаю. Я не знаю, продается ли эта пряжа. И от партии к партии цвет отличается. Будет как с сумкой. Я вот уверена. Если я ее найду еще. Продается. Ну, не знаю. Хватит ли мне еще одного мотка. Потому что максимум куплю один моток. Уж не буду. Полчетвертого я даже крючок из рук не выпустила. Мне хватило. Представляете, вы смотрите, маленькая осталась пилевочка. Мне хватило ровно на спинку. У меня получилось ровно столько же идов, сколько и у персон в видео. Вот. Только у меня получается поуже. Потому что у нее М размер. У меня какой-то типа около С размер. Я не знаю. Может быть, он у меня будет слишком в облипку. Может быть, он у меня будет наоборот на мне висеть. Я ее пока не понимаю по спинке. Мне сложно так судить. Потому что опыт у меня практически нулевой. В вязании одежды и плечевых изделий. В целом вот. Ой. Красиво. Мне нравится сочетание. Издалека вообще выглядит как свитерочек. Такой прям, ну, жилеточка. Очень мило. Купила я все-таки пряжу. Не знаю, почему мне показалось, что мне ее должно вдруг внезапно одного мотка хватить. На всякий случай купила еще целый моток бежевого. Если что, потом его сдам. Надеюсь, я успею все это связать до конца срока возврата. И два моточка взяла с собой мое. Красиво. Взяла с собой мое вот это вот изваяние. И она, на мое счастье, оказалась, что бежевая. Я думаю, что вот это один в один абсолютно по цвету вообще не расходится по оттенку. В отличие от сумки, которую я делала в одном из прошлых видео. Шоппер. Там у меня, конечно, различия по моткам существенные. Но меня все устроило в любом случае. Результат можете посмотреть. Ну, в общем. Купила. Если что, лишний сдам. Приступаю к полочкам, передним частям этой кофточки. Я оставлю, как обычно, туториал в описании под видео. Все туториалы на все, что я делаю. Если это я делаю не из головы, обязательно оставляю все туториалы в описании. Мои друзья, подружки. Я же уменьшала размер, делала не такой, как у персона на видео. Потому что у меня M размер. А у меня-то еще меньше размер. Я вот начала уже делать убавки, как вы видите. Как она показывает. На... Каком там реме-то я уже забыла. Неважно, каком реме-то. Суть в чем. Мне кажется, это нужно будет распускать просто потому что... Просто потому что у меня, посмотрите, какая коротенькая вот эта часть будет. Не коротенькая, а узенькая. У меня такое ощущение складывается, что она на мне не застегнется. Пусть у меня лучше будет ворот меньше, вырез. Но я сейчас это все распущу. И буду делать убавки выше несколько рядов, потому что у меня не получается добить ее количеству рядов, как вот здесь. Я опять буду сейчас распускаю, потому что я прибавила три ряда, как мне показалось, мне трех рядов не хватило. Я прибавила три ряда, обычный, без убавок. Этого все равно не хватило. Ой, ну неужели я осилила... Я надеюсь, я сделала не слишком вот такой вот вырез прям под горло. Надеюсь, там все-таки осталось что-то от выреза все-таки, да, осталось. Ну да. Ну в целом, в целом я особо не люблю как бы большие вырезы, знаете ли. Поэтому да, у меня получилось спустя сколько распусков? Два-три. Готово. Все. Осталось прятать нитки и уже можно сшивать, представляете? Шок. Я надеялась, надеялась, что верну эти мотки. Думаю, мне не понадобятся. Да, сейчас вот посмотрите, что у меня осталось. От мотка, который у меня изначально был. Не знаю, мне, наверное, вряд ли хватит, потому что мне нужно сделать резинку на рукавах. На полочках. Вот здесь вот части для того, чтобы крепить по кольцу, соответственно. И что еще? А, и воротник мне нужно сделать. На этом у меня, разумеется, не хватит, я так понимаю. Это все, что у меня осталось на... От мотка, который я второй купила уже, на рукава. Второй, точнее, третий получается моток все-таки просто задействовать. Трэш. Первая готова. Да, я за сколько? Час? Полчаса я... Сорок минут. Убрала нитки только на одной полочке. Несколько перерывов спустя я это сделала. Посмотрите, какое полотно уже без веревочек, без фигни всякой. Ну, это я, понятно, складывала немножко, заломался уголочек. Вот так оно у меня лежало. Ой, красотища! Вот такая ситуация. Надо будет теперь вот это прошить. Первое на первое. Чуя в мое сердце, что намучаюсь я с рукавами. Да, день сегодня, конечно, задался. И, и, что я вообще тут накуролесила? В общем-то и целом. Вчера я это все делаю сшивала. Жилетка у меня такая получилась. Работе жилетка, рабочего характера. В общем, сделала сначала я вот такого размера. Значит, эти проемы. Посмотрела, как у нее, у нее меньше. Я померила, думаю, класс, круто. Вообще отлично. Выбрала хорошо. Потом еще раз посмотрела, как у нее сделано. Думаю, нет. Надо ушить еще. Меньше сделала. Потому что у нее меньше эти проемы. Хотя у нее размер больше. Но проемы она себе делала на рукава меньше. Я померила, мне не подошло. У меня руки, ну, как бы не тут, не широкая. Не широкий обхват, я не знаю, как правильно сказать. И мне все равно было туго. Мне прям в подмышках было туго. То есть собирался материал. И было очень неудобно. Я подумала, что если я сейчас еще пришью потом рукав, оно еще сильнее соберется. Там вообще места не останется. Я буду ходить вот так. Как цыпленок какой-то. Думаю, нет. Меня так не устроит. Я опять распустила до того размера. Очень долго я это распускала. Потому что не хватило мозгов сначала померить, а потом прятать нитки. А я прячу так нитки, что их потом никто никогда в жизни не найдет. И я сидела минут 15, наверное, распускала два вот таких вот шва. Вот таких. Вот такого размера. Пипец. Я сейчас делаю рукав. И я пришла к такому выводу, что из-за того, что у меня проем большой достаточно, сам рукав по ширине будет тоже очень большой. Я подумала, что я резинку сделаю узенькой. Ну, то есть она будет свободна. Все равно не будет облегать мою руку. Но потом я пойду по основному полотну, вот по рисунку, на увеличение. И у меня, получается, два или три ряда будет с прибавками. Я тут что-то тут накуролесила, сделала какие-то прибавки. Ой, не знаю. Вот она уже, видите, на расширение пошла. Я надеюсь, мой метод получится, сработает, и это будет смотреться нормально. Ну, в принципе, такие рукава же делают. Делаю все. Должно же получиться-то в конце-то концов, правильно? Мои надежды не оправдались. Мне не хватило второго матка. Беру третий. А я так хотела тебя ждать. Вот ты мне не... Я что-то сегодня нахожусь в таком состоянии... Нестояние, что я совсем забыла показать, как я рукава пришивала. Но поверьте мне насквозь, что за меня их никто не присрил. Барабайская не присрила, не помог мне. Я все сама сделала. Короче. Вот. Ну. Все. Нормально. Сейчас еще здесь будет воротничок. Вот эти полочки. Оно присоединится, подсоберется вот здесь. Ну, такая тетя. Тетя. Рукава, кстати, на удивление, хорошо получились. Вот эта трапеция. Смотрите, как классно. Вообще здорово получилось. Самое время выбрать пуговицы. Короче говоря, из всего моего многообразия пуговиц, и покупных, и старых каких-то, знаете, вот у меня, можно сказать, в наследство осталось, у многих, я думаю, были вот эти банки жестяные, из-под кофе, еще из-под чего-то, такие советские банки, уже все покрытые тремя стами слоев, слоями пыли. И там хранили пуговицы. И вот я когда-то все разобрала, эту банку, было даже несколько банок и себе, целый чемодан, выбрала пуговицы. И у меня два варианта. Короче говоря, боже мой, пуговички поменьше, но они прикольные, мне не нравятся. Они даже с некоторым таким розовым отливом есть в некоторых пуговках. Выглядеть будет вот так. Вот такая кнопочка. Но их нужно будет сделать, соответственно, почаще. Вот. И второй вариант, тоже советский экземпляр. Обычная вот такая вот полупрозрачная пуговка с закругленным микро-ямом. Вот. И вот так это будет выглядеть. Ой. Вот. Не видно, не видно? Че видно, че не видно? Я вот не знаю, между двух огней мечусь, что лучше? Что лучше? Не знаю. Ну, ну, вот такая ситуация. Мне кажется, будет прикольно. Как думаете? И вот, если посмотреть, можно заметить, что... А где? А вот, на некоторых пуговках есть розоватый такой отлив. Короче, как я сделала дырочки для пуговиц. Все по туториалу, но у меня по размерам получилось как? Как по туториалу? Сначала два полустолбика с накидом, потом шесть петелек, шесть столбиков полустолбиков с накидом, потом пять, 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 снова шесть, и еще здесь в конце осталось четыре. И у меня идеально разместились семь пуговок. Просто смотрите, видите лучик света? Знаете, откуда он падает? У меня там хрюша стоит, и от нее зеркалит он. тадам, или не тадам, тадам, ай, все, все, осталось только пуговицы, представляете, только пуговицы, и все. я это сделала, вы представляете, как же сюда эти пуговки хорошо вписались, я не могу, просто, как было легко на самом деле пуговки пришивать, я думала, будет гораздо сложнее, но нет. Все получилось, все получилось, все получилось, пошла мерить. Блин, такая прелесть, вообще, просто. Вот такая вот я девчонка, девчонка интересная, спасибо огромное, большущая за просмотр, я надеюсь, я вас вдохновила, на такой вот приколюшку, может быть, на что-то другое похоже, не знаю, буду рад. Еще раз, по традиции, дважды повторяю, спасибо большое за просмотр, и обязательно, обязательно себя берегите, это очень-очень важно.